В Славянском районе завершились соревнования по одному из самых красивых видов спорта – танцам. В открытом первенстве района «Славянский вальс» в этом году приняли участие более 600 спортсменов. Подробности в материале моих коллег. Легкоатлетический манеж спортивного центра «Олимпиец» на день превратился в большую танцевальную площадку. На паркет, сменяя друг друга, выходили лучшие танцевальные пары «Кубани». Каждая возрастная группа должна была исполнить танец в своей категории сложности. В ежегодном открытом первенстве района «Славянский вальс» приняло участие 637 спортсменов из 9 районов края. Выступления танцоров начались в 9 часов утра и продолжались до позднего вечера. Сначала на танцевальную площадку выходили самые юные участники соревнований, многие из которых только делают первые шаги в этом виде спорта. Юных танцоров сменили более опытные. Выступление спортсменов оценивала судейская коллегия, в составе которой были судьи из Краснодара, Новороссийска, Крыма, Тимошевска. Они по достоинству оценили уровень подготовки соревнований. «Прекрасно подготовил зал, встретили танцоров, тренеров, судей, все отмечают добрый, тёплый приём. Я думаю, что многие спортсмены довольны турниром, спортсмены взаивали то, что хотели, то, что могли. Судьи тоже довольны работой». Славянская команда на соревнованиях была самой представительной. Многие стали победителями. Одной из тех, кто в этот день справился с волнением и показал всё, чему научили в школе Олимпийского резерва «Изумруд», была Анастасия Смольнякова. Вместе со своим партнёром Станиславом Киричок Анастасия завоевала бронзовую медаль. «Я сегодня заняла третье место, и мы очень долго готовились, но всё получилось, и мы очень довольны». Всего по итогам соревнований славянские спортсмены завоевали 10 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».